Предупрежден, значит вооружен. К сожалению, это руководство к действию работает не всегда. Трагические события, которые произошли в конце марта в городе Кемерово, повергли в шок всю страну. Тут же по всей России, в частности и по Чувашии, началась волна проверок мест массового пребывания людей. Надзорные органы проверяли торговые и развлекательные центры. Рынки, кинотеатры выявили массу нарушений. А предприниматели устранять их не торопятся. Об итогах проверок и об ответственности руководителей организации журналистам рассказали на брифинге в прокуратуре республики. Для отделки торговых центров и эвакуационных путей используют горючие материалы. Запасные выходы заваливают мусором или просто закрывают. Отключают систему пожарной сигнализации, потому что содержать ее, как положено, слишком дорого. Это основные нарушения на объектах, которые выявили сотрудники прокуратуры и пожарные. Наша главная цель – не допустить подобной трагедии. Всего проверки охвачено 257 объектов, в том числе 30 торгово-развлекательных объектов, 13 рынков, 37 объектов культуры, 31 спортивных объектов, 15 объектов социально обслуживания населения. Выявлено 1875 нарушений законодательства. Кафе «Дровишки» в доме МОД из числа тех, кто подвергает опасности жизнь своих посетителей. 26 апреля там вспыхнул пожар от перегрева в системе вентиляции. Хорошо, что никто не пострадал. Огонь быстро потушили, людей из дома МОД эвакуировали. Но ЧП можно было избежать, устранив нарушения, которые здесь выявили надзорные органы еще в начале апреля. Дровишки и еще 10 заведений в республике, в которых грублейшим образом нарушает противопожарное законодательство, теперь могут закрыть до устранения причин. Прокуратура вышла с иском в суд. В этом же списке нарушителей находятся торговые центры Мадагаскар, Мегамол, Шубашкар, торговый дом Юрат и даже спортивная школа имени Соколова. Предприниматели и руководители организации самостоятельно проводят перепланировку помещений, уменьшают ширину проходов в коридорах, большие торговые площади превращают в опасные комнатушки. Часто встречаются, они включают систему пожаротушения, водяную систему, или переводят в ручной режим, что крайне допустимо. Как случилось с зимней вишней. Вы обязаны за три дня известить его, что придем с плановой проверки. Конечно, там на автоматический режим перейдет на это время. Путинку отца освободит, а потом перед коробками заставит. Проблемы есть, и их надо решать. Одними штрафами и предписаниями здесь не обойтись. С одной стороны, необходимы изменения в законе, чтобы предприниматели чаще проверяли надзорные органы. С другой, у бизнесменов должна быть социальная ответственность за жизнь людей, которым они предоставляют свои услуги. И такие в Чуваше есть. После проведенных проверок на сегодня 56 объектов нарушения все-таки устранили.